Монтаж сайдинга блокхаус. Блокхаус – это сайдинг, который повторяет форму оцилиндрованного бруса. На вид такой фасад сложно отличить от натуральной древесины, зато он практичнее и не боится влаги и морозов. В зависимости от площади строения вы можете выбрать панели, которые имитируют бревна разного диаметра. Все они очень похожи на сруб. Дом, отделанный сайдингом блокхаус, не требует дополнительного ухода. Кроме того, такая отделка позволяет дополнительно утеплить здание, сгладит неровные стены и защитит дом от негативных атмосферных явлений. Широкая цветовая линейка позволит воплотить любые дизайнерские замыслы. В этом видео мы расскажем вам об основных правилах и этапах монтажа блокхауса. Большинство из этих правил применимы к установке любого другого типа ПВХ-сайдинга. Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты. Рулетку, угольник, уровень, бечевку и мел, нож-резак, ножовку по металлу с мелкими запцами или болгарку, отвертку, шестигранник, электрическую дрель или перфоратор и шуруповерт. Как и любой другой сайдинг, блокхаус обязательно устанавливается на обрешетку. Полимерная система крепления фасадов «Альтопрофиль» станет идеальным каркасом. Поскольку профили обрешетки полностью соответствуют геометрии сайдинга под бревно, а значит они существенно упрощают установку панелей и являются ребрами жесткости для ПВХ-фасада. Здание, которое мы будем отделывать, имеет некоторые особенности. Его стены не являются ровными и, говоря простым языком, завалены. Обрешетка «Альтопрофиль» с легкостью решает эту проблему с помощью специальных элементов дюбель-гриба и шпильки, вращая которую вы добьетесь идеально ровного положения профиля. Для крепления отделочных элементов, которые располагаются по периметру здания, а также вокруг окон и дверей, необходимо использовать обычный плоский профиль. Для крепления панелей используйте фигурные профили обрешетки, разработанные специально для сайдинга «Блокхаус» — однопереломный или двухпереломный. Обратите внимание, перфорация в профиле предназначена для вкручивания самореза при креплении панели и планок. В круглое отверстие вкручивается шпилька с крепежной основой, а дугообразное ребро соответствует геометрии панели и придает ей жесткость. Теперь приступим к монтажу. Первым делом опрешетка устанавливается по периметру стен здания. Напомним, здесь используется плоский профиль для отделочных элементов. В нижней части стены мы сделали разметку параллельно горизонту, затем просверлили дрелью отверстия и вставили в них дюбель-грибы. Они должны находиться на одном уровне. Для усиления конструкции мы рекомендуем вбить в дюбель-гриб металлический стержень. Им может стать, например, подходящий по размеру гвоздь. Но поскольку площадь и высота стен нашей поверхности незначительные, усиление конструкции не требуется. Следующий этап – крепление к стене профиля. Как мы уже сказали, профиль крепится с помощью специальной шпильки и крепежной основы к дюбель-грибу. Шпилька и крепежная основа легко соединяются между собой, образуя единый элемент. Сейчас вы видите шпильку 138 мм для стен с большим перепадом уровня. Если стена имеет незначительные неровности, как на этом объекте, можно использовать шпильку 53 мм. Далее следует натянуть бечевку на нужном уровне плоскости и, вращая шестигранник, добиться необходимого положения профилей. Для монтажа обрешетки на углах здания первым делом прочертите вертикальную линию, используя нивелир или уровень. После этого разметьте стену в местах установки дюбель-грибов и прикрепленных к ним крепежных основ и шпилек. Постоянно следите за тем, чтобы профили были строго параллельны или перпендикулярны горизонту. После установки профилей на углах можно приступать к монтажу обрешетки вокруг окон. Напомним, все профили должны находиться в одной плоскости. В этом поможет натянутая в двух местах бечевка. Далее мы повторяем уже известный вам алгоритм. Вкручиваем в профиль шпильки и прикладываем его к проему. Затем размечаем места для установки дюбель-грибов. Сверлим отверстия и вставляем в них данный элемент. После этого профили можно закреплять саморезами. С помощью шестигранника вы добьетесь нужного положения профиля для того, чтобы вся система находилась в одной плоскости. Напомним, уровнем при этом служит предварительно натянутая бечевка. Так, шаг за шагом вы обойдете элементами системы крепления фасадов все проемы. Следующий шаг – установка обрешетки на стену. Для панелей однопереломного и двухпереломного блокхауса «Альтопрофиль» необходимо использовать соответствующие профили. Они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга в одной плоскости параллельно друг другу. И таким образом, чтобы все элементы оказались на одном уровне. Перед тем, как монтировать отделочные планки, мы установили металлический отлив. Он несет не только защитную, но и декоративную функцию. Отлив крепится на плоский профиль, который мы установили горизонтально в начале монтажа. Для того, чтобы закрепить наружный угол на стыке двух стен, установите специальный металлический элемент. Он соединяет два крайних профиля обрешетки. Элемент должен быть установлен под прямым углом. Для того, чтобы этого добиться, используйте уровень. Элементы располагаются на расстоянии 30-40 см друг от друга. Теперь дом готов к установке фасадного материала. На стену слева мы будем устанавливать однопереломный блокхаус. На правую стену с окнами – двухпереломный. Первый этап установки сайдинга блокхаус – крепление отделочных элементов по периметру стен, а также вокруг окон и дверей. Планки можно монтировать в произвольной последовательности. Мы начали с установки наружного угла. Поставьте его вплотную к заранее закрепленным металлическим элементам и закрепите с помощью саморезов. По правилам монтажа саморезы должны быть оцинкованными. Вкручивайте их в центр перфорации не до упора. Обязательно оставляйте небольшой зазор для возможного расширения сжатия материала при резких перепадах температур. На практике часто возникает ситуация, когда вам необходимо отделать только часть стены, как на нашем объекте. В этом случае крайний слева профиль обрешетки должен быть плоским. На расстоянии нескольких сантиметров от него следует установить металлический профиль. На металлическом профиле закрепите финишную планку. Затем свободный край около оконной планки вставьте в паз финишной. Для того, чтобы оба элемента зафиксировались надежно, предварительно сделайте отверстие. Используйте специальный инструмент – пуансон. После стыковки финишной и околооконной планок последнюю можно закреплять саморезами на плоском профиле. Теперь переходим к монтажу начального профиля. Важно! В случае отделки дома однопереломным блокхаусом альтопрофиль, его роль выполняет финишная планка. Она вставляется в паз нижней части фигурного профиля и закрепляется саморезами. Подробно об этом читайте в инструкции на нашем сайте. На вторую стену с окнами мы будем устанавливать блокхаус двухпереломный. В данном случае в качестве начального профиля выступает обычная стартовая планка. Для установки этих элементов не потребуется использовать уровень, ведь использование системы крепления фасадов облегчает работу и экономит ваше время. При стыковке двух элементов оставьте небольшой зазор для возможного расширения материала. Далее мы переходим к оформлению окон. Поскольку окно на этом здании находится в одной плоскости со стеной, нам пришлось использовать обычный металлический профиль. Он выполнит функцию ребра для надежной фиксации околооконной планки. Со стороны рамы околооконная планка фиксируется в финишной планке. Закрепим ее по периметру. Затем, предварительно отмерив необходимую длину, с помощью болгарки отрезаем нужную часть околооконной планки. С лицевой стороны под углом, а с торцевой стороны прямо. Отмерив нужное расстояние по глубине откоса, разрежьте элемент вдоль. Следующая процедура вам уже знакома. Для надежной фиксации финишной планки в торцевой части околооконного элемента следует сделать специальные отверстия. Перед тем, как закрепить элемент, используйте уровень. Для удобства вначале установите планки вертикально. Затем повторите все то же самое для установки элементов горизонтально. Проведите нужное измерение и отрежьте необходимую часть околооконной планки. После резки углы лицевой части горизонтального и вертикального элементов должны быть такими, чтобы между планками не было зазора. Довольно часто в нижней части окна устанавливается металлический отлив. В этом случае околооконная планка используется с трех сторон, но правила ее монтажа не меняются. Отделочные элементы установлены. Можно переходить к монтажу панелей. Это самая легкая и быстрая часть работы, которая принесет вам удовольствие. Ведь благодаря системе крепления фасадов вы можете устанавливать панели блок-хаус, не задумываясь об ошибках. Устанавливая панели, первым делом измерьте длину отделываемой поверхности. Измерение нужно проводить с тем расчетом, что кромка панели не должна упираться в планку. Оставьте по краям зазор в несколько миллиметров. Это важное правило сохранит материал в случае нагревания фасада летом. Для резки панелей вы можете использовать любой подходящий инструмент. Например, электроболгарку. Первая, нижняя панель сайдинга блок-хаус однопереломный устанавливается, как мы сказали выше, в финишную планку. Это связано с конструктивными особенностями замка панели и ее геометрии. Для стыка элементов просто надавите на панель. Ее замок беспрепятственно войдет в планку. После установки панели ее необходимо закрепить на профиле обрешетки. Не забудьте про важное правило. Во время фиксации заморез вкручивается строго по центру перфорации и не до упора. Подчеркнем еще раз. Уникальная система крепления фасадов «Альтопрофиль» позволяет не только смонтировать весь материал в кратчайший срок, но и делает фасад жестче. Он меньше подвержен механическим повреждениям. Перед тем, как закрепить последнюю, верхнюю панель, необходимо отделать карниз крыши. Для этого непосредственно под кровлей мы установили финишную планку. Обычно в качестве декоративной лобовой доски используется джей-фаска. Но поскольку в нашем случае ее ширины не хватит, мы использовали еще одну финишную планку для того, чтобы уменьшить расстояние от кровли до свеса. А вместо фаски решили использовать широкую околооконную планку. В этом случае карниз будет зашит полностью. Для декоративной отделки карнизного свеса обычно используется софит. Отмерьте расстояние от стены до внутренней части паза широкой околооконной планки и нарежьте необходимое количество элементов. Закрепите элементы, соединяя замки. Обычно обе части софита вставляются в пазы планок, со стороны карниза в фаску, а со стороны стены в джей-трим. Но поскольку ширина свеса в данном случае незначительная, данное правило можно проигнорировать. Для монтажа последней, верхней панели сайдинга блок-хаус чаще всего применяется финишная планка. Она закрепляется на плоском профиле. Затем нам нужно отмерить необходимую высоту и, предварительно разметив, разрезать панель вдоль. После этого вставьте панель вначале в замок предыдущей, а затем закрепите финишной планки. Установка сайдинга на обрешетку второй стены будет происходить аналогичным образом. Напомним, это двухпереломный блок-хаус, и для его установки мы использовали фигурные профили полимерной обрешетки BH-02. Нижний край первой панели вставьте в стартовую планку, а верхнюю часть — в паз фигурного профиля. Закрепите саморезом панель через отверстие профиля. Используйте то отверстие, которое находится ближе к середине перфорации. Вторая и все последующие панели монтируются аналогично. Установка сайдинга вокруг окон обычно не составляет труда. Вначале приложите панель поверх окна и отмерьте необходимую для обреза длину. Так, чтобы панель свободно входила в пазы около оконной планки. Затем отмерьте нужную высоту с помощью рулетки. Это длина от нижнего края замка до стенки паза. Отрежьте часть панелей по размеченным линиям. Не забудьте про небольшой зазор между панелью и отделочными элементами, для того чтобы в случае расширения сайдинга в жаркую погоду его не повело. Теперь можно поставить панель на свое место. Если вы верно все отмерили и отрезали, это не будет сложностью. Зная основные правила монтажа, а также способы обрамления окон, дверей и других проемов, вы в короткий срок сможете отделать все стены вашего дома. Так, шаг за шагом мы снова подошли к карнизной части фасада. И сейчас покажем вам еще один способ его отделки. Для начала мы приготовили каркас из металлических профилей. В данном случае нам понадобится наружный угол. Он устанавливается на стыке лобовой части карниза и свеса кровли. Затем на верхнюю часть карниза необходимо установить планку J-Trim. В образовавшееся пространство мы вставим небольшие части ПВХ софита. Поскольку свес в нашем случае закрыт полностью наружным углом, мы можем переходить к установке последней панели сайдинга. Для этого первым делом установите финишную планку. Затем, отрезав ненужную верхнюю часть панели и проделав специальные отверстия пуансоном, закрепите панель в финишной планке. И последний этап отделки – монтаж софитов. Для их установки нарежьте необходимое количество элементов и вставьте в пазы уже установленных планок. Части софитов соединяются замками. В том случае, если их размер невелик, как на нашем объекте, их крепление саморезами не предусмотрено. Монтаж сайдинга Blockhouse окончен. Этот материал прослужит вам долгие годы и не только подчеркнет безупречный стиль вашего дома, но и сохранит фасад от негативных факторов окружающей среды. Для того, чтобы подробнее ознакомиться с инструкцией по монтажу сайдинга и фасадных панелей Альтопрофиль, зайдите на наш сайт и посетите раздел «Справочный центр». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...